Привет, друзья! Друзья, сегодняшнее видео будет не только интересным, но еще и очень полезным. И кроме этого, в конце этого видео будет конкурс, так что смотрите видео до конца. Меня зовут Валера, и вы смотрите видеоблог сибирского парня из США. Приехал я сюда из Омска и живу в районе Филадельфии, в штате Пенсильвания. Вчера был во Флориде, только вот снимал для вас видосы. А сегодня Иллинойс, около Чикаго. Пытаюсь для вас записать это видео уже неделю. Дома времени нету, в рейсе что-то выйду на улицу, то дождь, то снег, то ехать надо, то еще что-то. Поэтому вот сейчас вот в такое ночное время на такой заправке, где хоть немного есть освещение, решил записать все-таки, потому что целую неделю откладывать не могу. Вот записываю кусочками. Основная тема моего видеоблога – это жизнь русскоязычных людей в США. То есть потому что я рассказываю об этой жизни на своем примере. Кроме этого, еще у меня есть дальнобойная тематика в силу того, что сейчас я работаю трак-драйвером, то есть водителем-дальнобойщиком. Поэтому рассказываю еще об этом. Очень много меня смотрят людей из стран бывшего Советского Союза, из стран СНГ. И этих людей интересует в основном в первую очередь все-таки тема, как уехать в США. И очень многих интересует тема, как уже когда они выиграли грин-карту, или когда они уже нашли какой-то вариант переезда в Америку, куда им здесь приехать, в какой штат, в какое место, и как им здесь начать жить, как начать свою жизнь в Америке, вообще как в другой стране все это происходит. Поэтому очень много мне людей задают такие вопросы. Я могу сказать, что я с удовольствием помогаю, всем отвечаю. Но в силу того, что я работаю водителем-дальнобойщиком, у меня есть много времени, чтобы рассказать о своем опыте, поделиться своими мыслями. Но у меня нет абсолютно времени, чтобы, например, физически помочь людям. То есть, например, поехать их встретить в аэропорт, или покатать по магазинам, или съездить, взять газеты, найти, снять жилье. То есть на это у меня времени катастрофически не хватает. Потому что если я приезжаю из рейса домой, то я выключаю телефон, потому что я хочу отдохнуть, потому что у меня жена и маленькая дочка. Я очень хочу провести, наконец-то, время с семьей, если я вернулся домой. Поэтому вот такая история. Я хочу вас познакомить с такой организацией, которая открыла филиал в нашей русскоязычной Филадельфии на Баслтон-Авеню. Это благотворительная организация, которая называется «Рука помощи». И эта замечательная организация помогает людям. То есть они раздают, начиная с того, что они раздают продукты, и заканчивая тем, что они помогают людям со страховкой, с поиском жилья, с различными льготами. Я обязательно дам ссылочки на группу в Фейсбуке, дам контактный телефон, чтобы вы могли связаться с этой организацией, чтобы вы могли получить эту помощь. То есть получить консультацию, как вам начать. Получить помощь, начиная с того, что вы можете получить, прийти в офис этой организации, получить бесплатную еду, бесплатную одежду. Также вы у них можете проконсультироваться по множеству вопросов. Это вопросы по страховке. То есть как вам найти подешевле страховку, как вам снять недвижимость, если вы только приезжаете. То есть по многим-многим вопросам вы можете связаться с этой организацией. Абсолютно замечательные люди там работают, и они вам обязательно помогут. Я 1 февраля приехал с рейса и буквально успел заехать в открывшийся филиал этой организации и снять для вас видео, которое я вам сейчас и покажу. Сегодня у нас в нашей русскоязычной Филадельфии, в нашем русском районе, прямо-таки на Баслтоновеню, со стороны Филмонтовеню, открылся филиал благотворительной организации «Рука помощи». Эта организация существует в центре Филадельфии, в Балтиморе. И давайте мы с вами зайдем и посмотрим, что же там происходит. То есть это организация, которая помогает людям, которая раздает бесплатные продукты, которая помогает людям вылечиться от алкоголизма, от наркомании и прочее, и прочее. Довольно широкий спектр услуг этой организации. Они помогают людям вновь приехавшим, людям попавшим в беду, бездомным. Огромная широта аспектов различной помощи, которую эти люди предлагают. Так, эта организация будет открыта, будет выдавать продукты нуждающимся каждый четверг. Сегодня у нас суббота, сегодня просто открытие 1 февраля. А так эта организация будет работать для всех желающих каждый четверг с 10 до 5 часов вечера. Здравствуйте. Это у нас Наталья и это у нас Элла. Очень приятно познакомиться. Вот сегодня вы открылись 1 февраля на Баслтон-Авеню, вход со стороны улицы Филманд. И, пожалуйста, расскажите нам и нашим зрителям о том, как прошло открытие этой замечательной благотворительной организации «Рука помощи» и что сегодня было здесь. Сегодня у нас было открытие, первый наш рабочий день, первый день выдачи помощи русскоговорящему населению Филадельфии. Мы планировали открыться в 12, но нам пришлось открыться раньше, потому что людей на улице собралось слишком много, погода у нас все-таки полузимняя, было не тепло, еще и моросил дождик. Мы открылись немножко раньше. Мы планировали, что у нас выдача будет до 5 вечера, но так как было огромное количество людей, всем требовалась помощь, мы закончили раньше выдачу, потому что у нас в нашем запасе, в нашем помещении не осталось ни крошки еды, ни какой детской одежды, ни игрушки. У нас сегодня ушло все, и мы этому очень рады. С понедельника у нас новые завозы. В четверг мы возобновляем выдачу каждый четверг по нашему адресу 14... 1-4-4-2-5. Басл-то на меня. Вход у нас со стороны Филман. Если знаете плазу, на которой находится украинский банк, с обратной стороны находится наш вход. Большая вывеска, вы мимо не пройдете, рука помощи. Приходите по четвергам, каждую неделю с 10 до 5. Мы будем вам помогать. Но мы будем помогать не только материально в виде еды и вещей, но и будем помогать советами. Такими как правильно арендовать квартиру, дуплекс. Давно в прибывших это очень большая проблема. С дешевой электроэнергией и прочее, прочее. Все льготы, которые можно использовать в Америке для народа, у нас можно получить информацию или записаться. Помимо этого помощь со страхованием, как автомобильным, домашним, жизненным, медицинским и так далее. У нас с нами работают агенты. Помимо этого к нам присоединился аккаунтинг, который будет помогать всем неимущим делать тексы. Как раз сейчас время всем подготовиться и сдать тексовый период. И фактически бесплатно будет работать этот человек, но только для малоимущих, только по форме 1040. Будет делать им отчетность по налогам. Единственная оплата будет в размере 13 долларов, которая идет именно на штат. Больше взиматься никаких денег не будет. Помимо этого, естественно, мы можем помочь с трудоустройством. У нас много партнеров, которые готовы взять на работу тех, кто желает работать, помочь с трудоустройством, в обучении и так далее. То есть по всем вопросам. Беременные женщины, у кого какая-то нужна помощь, не знаю, как поступить. Спортионные дела, криминальные дела. У нас есть лаера, которые нас поддерживают. Лоренс Каликман и Рейс. Хомкер, если пожилым необходима помощь. То же самое. Мы всегда постараемся направить. Мы сами этого не делаем, но у нас множество партнеров, которые помогут всем в таких ситуациях. Хорошо. Спасибо огромное. То есть в следующий раз тогда мы сможем к вам приехать и посмотреть, что здесь происходит в любой четверг с 10 до 5. Да, мы будем очень рады. Хорошо, спасибо. Приезжайте. И еще такой аспект. Вот, например, я закончил Start CDL Training School. Я работаю сейчас трек-драйвером. И хотел бы узнать такой вопрос. Бывают такие случаи, что трек-драйверы, которые или живут в нашем районе, или которые здесь разгружаются, они имеют товар, который подлежит списанию. То есть, например, с поврежденной упаковкой, но товар хорошего качества. Мы с удовольствием его примем. Мы с организацией, опять же. То есть, все это можно с вами связаться и привезти вам. Мы дадим любые накладные, которые... Ну, не любые, мы подпишем ваши накладные. То есть, вам тоже это будет интересно для ваших налогов, а нам это будет интересно, что мы можем этим помочь населению. Хорошо. Спасибо огромное. Поэтому огромное вам спасибо, что вы тоже здесь находитесь. Кроме этого, я еще хочу сделать небольшой сюрприз, небольшой подарок для моих подписчиков. Так как я езжу постоянно по Америке, путешествую, имею возможность на разных тракстапах, в разных местах купить различные сувениры, открытки. Пока что мой канал еще не настолько большой, чтобы я имел возможность разыгрывать iPhone и прочую дорогую технику. Но что-то от себя приятное я могу сделать. Так что, друзья мои, пишите комментарии. В разных штатах я приобретаю открытки. И сегодня я хочу подарить одному из моих подписчиков открыточку. Так что, оставляйте комментарии. Мы рандомно выберем один из комментариев и отправим человеку, которого мы выбрали, открытку. Так что, вот такой небольшой сюрприз я хочу сделать для своих дорогих, любимых подписчиков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!